Первым делом вертолеты. Этим ребятам не страшны небольшая высота, не грозовой фронт. В небе над Олимпийской столицей четыре самарских вертолета Ми-2 и один Ми-8 показывали перестроение фигуры пилотажа, а также пролет с флагами. Там были групповые полеты, одиночный пилотаж, парный пилотаж. Наша центральная спортивная клуб армии представила прыжки парашютистов. Неженским делом Елена Прокофьева занялась около 20 лет назад. Сегодня она летчик-инструктор ЦСКА и действующая абсолютная чемпионка мира по вертолетному спорту. На авиашоу всероссийского масштаба выступала впервые. Говорит, чтобы в воздухе быть на высоте, нужно спуститься с небес на землю в буквальном смысле. Много там с документами работы, там и разговариваем, там обговариваем какие-то, как летать. Потому что это же все тоже не просто так вот, что сел в кабину и все, и начинается работа. Нет. Основная работа производится на земле. Уже в воздухе ты просто реализуешь то, что наработал на земле и все. 28 летательных аппаратов, лучшие пилотажные группы страны, в том числе знаменитые стрижи, Олимпийское небо над Сочи превратилось в площадку для воздушного парада. Из всего многообразия летательной техники вертолетная группа единственная. К тому же одна из самых молодых сформирована всего год назад. Основная задача это участие пилотажной группы в массовых, зрелищных, внутрироссийских, международных выставках, авиашоу, выступлениях на всероссийских и международных авиационных соревнованиях, вертолетных соревнованиях мировых. На родной аэродром Кряж пилоты вернулись спустя три дня тяжелого перелета. Из-за погоды не могли подняться в небо. Несколько дней отдыха и вскоре самарские летчики отправятся на чемпионат Приволжского федерального округа. Алина Чемерес, Дмитрий Мешканцов, События.